А если смотреть на это, то можно поехать. А у меня первый раз вообще поехал. Я думал, вообще полкрутится. Чтобы потом его тело можно было обнаружить. Правильно, он на той лестнице, он видишь стоит. Он лезет на морду педископ, отцепляет бактериенскую носку. Но, слава Богу, сейчас решил врезать из этих заслона. Мы вырезаем маску, чтобы не нужно было туда лазить. Как назад. Но бот ушел на то, чтобы он согласился вырезать дырки. Он все равно пыль туда попадает. Помоем, очень страшно. Вы все вопросы сможете задать и другим специалистам. В каминном зале, где мы видим тепло, чай и так далее. 50 метров над уровнем моря. На территории Тенчанской лесоводной астрономической обсерватории. Итак, мы изучаем звезды. Наблюдение звезд и определение их яркости. «Если вы знаете, где находится полярная звезда, можно запомнить, что полярная звезда, это звезда, где есть на звезде лебедя, и эта звезда имеет на любую звезду. Так вот, мы изучаем звезды на одну звезду и на другую. Они тебе кажутся одинаково яркими. Ну, значит, пусть будет эта степень между ними равна нуле. Если некоторое время кажется, одна звезда ярче другой, или они, например, одинаковой яркости, то это степень единицы». «Облетать и в бинокры, и в телескопы, и применять астрономические фотоаппараты цифровые, что мы и делаем с вами. Вот астрономический цифровой фотоаппарат». «Прикреплен к нашему телескопу. Через нём мы получаем кадры, и из этих кадров сразу видим много звездов. Я, надо сказать, любитель астрономии Ирвана, я не помню его имя и фамилия, в течение сорока, по-моему, четырёх лет, выходил каждый вечер на крыльцо и замерял визуально яркой звезды Мин Цеферий. Ну ладно, мало ли, какой чудак, чем занимается. Но прошло вот эти 44 года, и профессиональные астрономы упросили за его наблюдение, потому что никто этим не занимался, но яркая звезда. И вот эта прямая дресса, очень и очень помогла исследователям, так сказать, в изучении физики этой звезды. Сколько фотографов больше мы получим на метровное зеркало, и потом соберём это в фотоприёмник. Фотоприёмник, на самом деле, мы делали ничемные печали за вашим фотоаппаратом, за исключением того, что иногда выпуски на этом телескопе мы делали до 6000 сегментов. Представьте, это больше, чем полтора часа, мы собираем потом их в источнике. И один из проектов, о которых мы будем дальше рассказывать, это получение данных по данным спискам. Много интересного, благодаря фотоприёмник, по сравнению, мы можем брать 23. А технология у нас двигается, и благодаря шансовым технологиям мы получаем более расширенность диапазонских правил, и более чувствительные нагрузки. Мы несколько лет назад присоединились. Как правило, сейчас при наличии интернета и блокировки машин мы очень мощные дематики. Там каждые 4 минуты бывает, и эта звезда ГТФ, в том, что мы не сможем сделать это за 12 минуты. и эти 7 минуты утром, они волнуют вылазят, а на старые и я цели. В первом месте мы не можем взять фулие аналийс, что это не нашли законы, это система. И тогда мы будем делать то, что сами сомки, связаны с этим, так как мы будем раздать, что мы видим, и в конце концов, то, что мы можем жить так, иначе, в том, что мы видим, как мы видим, Продолжение следует... Продолжение следует... Так, звезда находятся к нас в расстоянии... ...межимим здесь где... ...свездовые... Объяснение какое-то есть? Нет. Почему звезда притянула эту планету к себе? Ну, по-видимому, в течение какого-то времена... ...борбей за меня... ...и она... ...борчает логикацию... ...она ее разводит. И мы прям знаем, что у нас есть частей? Нет. Некоторые считают... ...четыре части увидел... ...а некоторые считают, что там двенадцать шестей... ...может быть, это не одно... Это и важно сейчас... ...на базе университета... ...продолжение следует... ...существует такое понятие... ...если откуда-то университета... ...с различными уровнями приходит... ...идея, которую нужно поддержать... ...про деньги астрономы забывают. Важно имя страны... ...важно то, что будет этой страной... ...принесено в науки. Тогда, дай Бог, когда в хорошие и важные проекты... ...приглашают эту страну и эту обсерваторию. В данном случае Казахстану очень сильно повезло. Во-первых, мы находимся в городах... ...во-вторых, нам не мешает авданец... ...это называется тот ветер, который поднимает... ...когда мы провели уже мощную модернизацию телескопов... ...вышли в Аризонский университет и говорят... ...ребята, нам не хватает по долготе вашей обсерватории... ...в этом случае, если вы подключаетесь... ...мы можем в течение двух месяцев вести звезду... ...не прерывать. Ну, знаете, я сегодня еще одна актуратория... ...это тоже по-производитель... ...так, то и вы... ...вы... 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 ...с точки зрения, я быстренько скажу... ...с точки зрения расположения города... ...Тиньшанская вот эта вот обсерватория... ...уникальна тем, что к ней можно прокинуть оптическое волокно... ...а представьте, сюда если кинуть оптическое волокно... ...мы сюда столько университетов подтянем для дистанционного управления... ...сейчас мы работаем через спутник... ...сигнал отсюда пошел за 40 тысяч километров... ...и возвращается в город Алма-Ату... ...мы начинаем там крутить, управлять там с двухбитным экраном... ...потому что... ...наша скорость там 720 километров... ...сейчас вот в Казгу есть хорошая группа ребят... ...мы потихонечку их взяли в оборот... ...там уже смотрим, кого в магистратуру туда сразу уже к нам... ...и вот за счет вот этих молодых групп... ...идет передача от старшего поколения к младшему... ...следом еще 92-я школа... ...это как раз 10-й, 5-й, 6-й класс... ...это тот резерв, который мы дальше будем двигать... ...начиная с 5-й, 6-й, 10-й, в Казгу... ...и опять к нам сюда... ...вот, мы должны, возможно, быстрее наглядать... ...это цикле, вот здесь лечение... ...взвыше бывает разное... ...максим говорил до 23... ...одни из первых мы были... ...сначала мне сказали, что это просто граммовстреск... ...потом Алексей мне пишет координата... ...давай меняя параметр быстро... ...потому что это что-то не то... ...это же неспроста... ...два слова, что такое гамма-сплеск... ...ой, когда происходят... ...ой, как же это правильно объяснить... ...какие-то процессы... ...происходит выброс гамма-частин... ...больше, чем Солнце выбрасывает за всю свою жизнь... ...слава Богу, они находятся от нас на расстоянии... ...5-7 больше миллиардов световых лет... ...потому что все... ...гамма-сплеск... ...а именно это было от звезды В-404... ...циклус Лебедя... ...мы проводили наблюдения в течение... ...остока институтов... ...была сделана статья в Journal Nature... ...вот была публикация 7 января... ...хороший флаг мы внесли... ...вот здесь примерно показывается... ...то есть начинается... ...с 16-й величины звездной... ...до вспышка до 12-й... ...то есть... ...4 звездные величины... ...это примерно сколько... ...довольно ярко все равно... ...очень ярко... ...просто слабые телескопы... ...народ, даже любители там... ...спокойно наблюдали... ...когда это было? ...это было началось... ...17-го июня... ...как раз год назад, да... ...получается здесь... ...В-404 Лебедя... ...один из первых кандидатов... ...на черную дыру... ...и вот получается... ...что здесь у нас черная дыра... ...вокруг нее вращается... ...мы заходим через удаленный компьютер... ...и подключаемся... ...к тому компьютеру... ...который вот здесь вот... ...на телескопе... ...прям смонтирован на трубе... ...то индустриальное... ...на этой компьютере... ...и перекватываем экран... ...это компьютера... ...при этом абсолютно нет разницы... ...где мы работаем... ...мы можем работать... ...с любой точки этого мира... ...у нас есть один хороший... ...знакомый... ...тодин Мирошниченко... ...он... ...работает в университете... ...Северная Каролина... ...иногда он просит... ...регата... ...нам бы... ...пронаблюдать какой-то объект... ...у них там день... ...на здесь ночь... ...вот мы перехватили экран... ...удаленного компьютера... ...я могу телескопу сказать... ...распарковаться... ...соединю его с куполом... ...подключу его... ...к нашему каталогу... ...и могу навести на любой объект... ...который есть у нас... ...каталог... ...движение потом отснимем... ...поехал туда... ...интелескоп... ...можем по каталогу выбирать... ...как в поиске... ...любой объект... ...я могу не сказать... ...всю информацию... ...под картины... ...управление камер... ...мы выбираем... ...другой объект... ...другой объект... ...последний объект... ...то есть... ...там мы можем... ...за одну-две ночи... ...проходить... ...весь периметр... ...вот эту опасную зону... ...и вести постоянное наблюдение... ...и опять... ...нам нужны будут... ...и этого студенты... ...будем разговаривать... ...с... ...господином Жанабаевым... ...чтобы выделил нам... ...трех-четырех ребят... Мы их пока в штаб, не знаю, сможем, не сможем включить, но постепенно притягивать к себе мы их должны. Потому что кометы и астероиды – это очень благодатная почва для изучения астероидов. И на самом деле она и очень нужна Казахстану. Вы представьте, от Японии у нас нет ни одной нормальной, сейчас до Крыма, нет ни одной обсерватории, которая была на этой широте астероидов. А Крыму работает? Крыму работает. У них были перебои со светом. А были случаи, когда вы что-то там уже замечали? Ну приборы сейчас. Радиополигон «Орбита» института ионосферы нашего центра. Тоже эта информация есть у вас в распечатке. Если что-то где-то не расслышали, там все найдете. Девик Тенелыч Жумабаев, заместитель директора института ионосферы, занимается очень давно этой наукой. Мы сегодня находимся на территории двух старейших институтов. Мы были в институтах физики, потом уже 60 лет. Нашему институту тоже чуть больше 60 лет. Поэтому мы занимаемся солнечными связями в основном. Они занимались длижним и дальним космосом, там дальним космосом. И поэтому у нас в свое время... Чтобы с телензиночком тоже было удобно. Хорошо, ради бога. Давайте. Вот он дозочек небольшой. Так что аккуратненько. На самом деле это для нас, поэтому я просто не подумал, как скажет телеканец. Но здесь был предмет на сарфы, я не видел. Я запомнил, записал. Противоречие телевизионной печатной журналистики. Да, смотри. Противоречие телевизионной печатной журналисты. Парамонтаж здесь, конечно. Будет себе представлять, что в комплексе и когда становится нормально. Почему не расстраивается, когда приезжают туда камни, в центр? Понятно, Шевченко. А чего можно стоять? Ничего. Ничего. А хотя бы в ДВ3. Давайте в ДВ3 покажите whenever. В кино. О, что нет. Ритоматы, перегонные клубы. что-то там взрывается, что-то там шипит и так далее Поймал 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 Слышь Шип 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Нам нужны их данные, им нужны наши данные. А в Казахстане покупают ваши данные? Покупают, да, у нас ежедневно практически проходит тендер. А примеры, скажите, допустим. Я при этом. Да, примеры, скажем, по черно-печайным ситуациям, по альцинскому хозяйству, нам необходимо знать, допустим, как мигрируют и как размножаются саранчевы. Это очень опасно насекомых, которые едят в нашу земляную культуру. Поэтому, естественно, для нашего следственного хозяйства необходимо знать о том, какая идет миграция, где идет миграция. Поэтому по этим и по другим направлениям идет реальная работа. Мы зарабатываем деньги, и это все проходит в рамках наших регулярных исследований. Просто это другие институты, другие направления. Не астрофизика, не... Кадры, да. Была проблема из 41-го года, в момент образования нашего института, других институтов. Готовим понемногу, скажем... Мы эти выдели, этого не учитывая. Готовим сегодня готовить к университету. В основном, поскольку согласно новому закону о науке, сегодня в PHD специалисты могут готовиться только предкованными университетами для PHD. Но, как бы у нас есть возможность, мы напрямую работаем с другими странами, с Германией, с Китаем, с Россией, куда мы отправляем своих молодых людей, где они получают PHD, топовские работы, защищают. То есть, покутовка кадров ведется. К счастью, у нас специалисты молодые, которые проходят такое образование, проходят стажировки, являются очень высокого уровня. А насколько перспективно для молодого человека связать свою судьбу с астрономией? Ну, я всем говорю, астрономия это же все. Наука очень, с одной стороны, это болезнь. Это болезнь, скорее всего, да. Перспектива какая? Ну, для молодого человека знать, где он живет, что такое Вселенная, думаю, это прекрасно. Тем более, что практически все наши молодые люди сегодня уже говорят уже не только на русском, казахском языке, но и на английском языке. Это большая перспектива для человека, который сегодня живет, так сказать, в Казахстане. Казахстан говорит, что он должен путешествовать, ездить по миру, и знает третий язык, английский, это здорово. Много есть причин для того, чтобы уйти к молодым людям астрономии. И она сама по себе прекрасна. Спасибо. И за что-то, наверное, надо родиться. Ну, да, наверное, надо родиться. Но есть такие примеры, что кто-то не родился, интересно управлял, потом стал учебой, и выгоднойщийся ученый. Ну, конечно, человеком любой профессии надо родиться. Все, коллеги, спасибо. Спасибо. Зона, наверное, да, зона ушла. Камин, тихо. Камин, тихо. Камин, тихо. Камин, тихо. Камин, тихо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok